Неравнодушные жители садоводств под Иркутском сообщили энергетикам, что на их территории появилось непонятное строение, которое круглосуточно шумит. Он приобрел свой участок, это в собственности. Он поставил вагончик, попросил нас подключить его. Ну, как мы думали, что там инструмент будет храниться, но и в оконцовке оказалось, что там ферма. С помощью этого нехитрого приспособления собственник участка занимается майнингом криптовалюты. Незаконно. Такие случаи не редкость. Регулярно сотрудники Иркутско-энергосбыта ловят нелегальных предпринимателей. По вине гаражных майнеров только за прошедший год в Марковском муниципальном образовании произошло 111 технологических нарушений. Другими словами, жители незаконно подключаются к электрооборудованию или используют его не по назначению. Такое нарушение грозит не только крупной суммой за потребленную электроэнергию, но и последствиями для соседей. В домах возникает перегрузка сети, как следствие скачки напряжения или вовсе отключение электроэнергии. В садоводствах подобные фермы могут загореться, а сухостой вокруг в считанные секунды распространит огонь на соседние дома. По пожарной безопасности можно оценить только, войдя вовнутрь, посмотреть состояние электропроводки, ее изоляцию, качество соединений. В связи с большой нагрузкой электросети не всегда справляются, и возникают короткие замыкания, которые следствием приводят к пожарам. Кажется, что скрыть майнинговую ферму легко. На самом деле специалисты ресурсоснабжающие организации постоянно анализируют распределение электроэнергии и выявляют очаги потерь. Участки сети, на которых электричество потреблено, но не оплачено. Объем энергии за каждый месяц сравнивают с прошлогодним, либо с аналогичным потребителем, таким же садоводством. Выявляют дома с превышением мощности, ограничивают ее до разрешенной. Все это дает возможность постепенно сужать круг поиска и в итоге выявлять нелегальных майнеров. Также энергетики всегда оперативно реагируют на жалобы людей, которые устали от такого соседства. Все садоводства по Мельничнападскому тракту, они запитаны по С изумрудной. Да, сейчас, конечно, законодательно разрешили прописываться населению в садоводствах, и, конечно, нагрузки колоссальные становятся на эти сети. В Иркутской области для майнинга есть специально созданные площадки. В селе Пивовариха добросовестные предприниматели организовали три таких. Они официально зарегистрировали предприятие и платят по специальному тарифу, а он в 3-4 раза выше цены для населения. Решением проблемы использования тарифов в коммерческих целях эксперты отрасли называют дифференциацию тарифов, когда для разных групп бытовых потребителей установлен свой норматив, исходя из объема потребления. 90% это нововведение не коснется. Анализ потребления по региону показал, что 0,8% домохозяйств суммарно потребляют свыше 1 миллиарда киловатт-час в год. По экспертной оценке, основную часть этого объема потребляют майнеры, нелегально работающие в домохозяйствах. Для того, чтобы такую ферму сделать легальным, необходимо обратиться в сетевую организацию за техническим присоединением. В первую очередь он должен получить надлежащее тех присоединений. Он должен взять определенную площадку, потому что мы понимаем, что в данном случае он мешает своей деятельностью жителям, которые расположены вокруг. Вы же слышите его постоянный шум, да? То есть он должен располагаться на определенной промышленной площадке. Если вы подозреваете, что ваш сосед оборудовал майнинговую ферму незаконно, сообщить об этом можно по номерам, указанным на экране, а также в социальных сетях компаний «Иркутская Наргосбыт» и «Свет-38». Екатерина Саровацкая, Юрий Рябчиков, АС-ТВ.